Российский газ может вернуться на правый берег Днестра после окончания холодного сезона. Произойдет это, если Газпром предложит цену ниже, чем европейский биржа. Об этом в эфире программы Кутияне Агроплюс на ТВ8 заявил министр энергетики Виктор Парликов. После окончания холодного периода, когда объемы поставляемого Газпромом газа будут достаточны для покрытия потребления и правого берега, будут приняты сукбокоммерческие решения. Если мы с Энергокомом сможем привозить более дешевый газ с международного рынка, то будем закупать у Энергокома. Если топливо Газпрома будет дешевле, чем мы сможем получить на международном рынке, то есть смысл закупать газ у Газпрома. Последнее решение комиссии по чрезвычайным ситуациям обязывала Молдова Газ закупать у Энергокома до мая 2024 года. Затем компания будет принимать решение о том, кто будет поставлять голубое топливо. И зависеть это будет от предложений, которые предоставят поставщики. Очевидно, что мы будем покупать у Газпрома, если в мае его предложение окажется более выгодным. Также, если более выгодные условия предложит Энергоком или другой игрок, то мы будем закупать у него. Однако, планом о закупке газа у российского поставщика может помешать решение Украины. В декабре этого года истекает срок действия контракта, который позволяет транзит российского газа по территории соседней страны. После начала войны был принят закон, запрещающий российским компаниям заключать контракты с украинскими партнерами. Украина продолжит обеспечивать транзит российского газа, но контракты подпишет не с Газпромом, а с европейскими трейдерами. У Тирасполь Трансгаза нет лицензии и соответственной возможности участвовать в аукционах по резервированию газопровода через Украину. Таким образом, после 2024 года мы окажемся в ситуации, когда Приднестровский регион больше не сможет получать бесплатный российский газ. В случае закрытия транзита, если эти точки станут недоступными через Украину, есть и другие коридоры, например, газопровод Ясу-Унген и Кишинев, по которым количество топлива может быть передано нашим потребителям, в том числе и в Приднестровском регионе. Виктор Парликов считает, что властям Левого берега стоит готовиться к возможной потере бесплатного газа. Министр энергетики заявляет, что Тирасполью следует начать постепенное повышение цен, чтобы в случае отключения от российского газа было легче адаптироваться к новым реалиям. Мы на правом берегу научились справляться с ситуацией, вне зависимости от того, будем мы получать газ от «Газпрома» или нет. Но на левом берегу остается проблема. Если им вдруг придется начать платить за газ по реальным ценам, то их экономика и бюджет просто не справятся. Парликов глупикам не то, что нужно будет отлично зарабатывать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова